Есть? Пошло зад, идёшь? Да. Ну всё, я тебя буду спрашивать. Значит, мне непонятно, знаешь что? Мне непонятно, что дать? Да, нет. Да, вот это. Спасибо. Вот это мне непонятно, и на этот вопрос, если мы не сумеем ответить, то очень сложно будет всё. Вы видите смерть, на ваших глазах это всё происходит. Но тем не менее, потом, вот почему, куда отбивается страх смерти? Вот смотри, даже на фронте, люди на фронте там воевали, воюют, они боятся там, надевают кучу на себя бронежилетов, надевают кучу себя. Не знаю, может это сладкая смерть из-за этого? Как? Сладкая. Как её назвать, я не знаю. А вы просто не имеете в виду, когда ты колебасишься вот этим деятельным? Ну конечно, а что если? Да мне там элементарно просто забываешь, о какой смерти ты не думаешь. Да, потому что перед твоими глазами, абсолютно... Лицо можно всех снимать или нет? Да, вы не говорите. Конечно, не что, я как бы не говорю. Вот почему так происходит? Потому что наркотики настолько затягивают людей, что ты элементарно начинаешь жить какими-то просто, знаете, инстинктами. Почему чувствуется чувство страха перед смертью? Ну есть же нормальный инстинкт чувства страха перед смертью. И ты становишься уже как бы рабом этих наркотиков. Ты не думаешь ни о смерти, тебе нужен только наркотик конкретно, один наркотик. Тебе больше ничего не надо. Ты начинаешь терять со своими принципами идеалов, которые были у тебя когда-то. И наркотик владеет тобой абсолютно полностью. Вот и всё. Ты с утра проснулся, думаешь о наркотике. Там как-то тебя раз перегумаливаешь, ну что там это, потом опять на следующий. Так постоянно, больше ничто тебе не нужно. Только наркотик и всё. Даже порой те близкие, родные, которые не могли понять, что такое может быть вообще с таким человеком и тому подобное. Ребята, берите вот это вот. Это как бы на всех я поставил. Да, и мне что-то, что-то я вам как-то не знаю. Так что, поэтому, начинаешь забывать что-то о смерти. Думаешь, что с ними ты наоборот жить будешь. А они не нравятся себе наркотики. С собой мы ещё не знакомились. Расскажи о себе пару слов. Пару слов? Да. Как зовут? Как зовут, откуда? Я с Сибири, с города Омска. То есть, наркотик употреблял разом, у меня не было образовательных героин, какая-нибудь там, амфетамины, там, трава, все падает. Ну, видите, повелок к тому, что не мог никак слезть с этих наркотиков. Бежал в наркологичке два раза, но я чему-то помогал, то есть, там, туда привозили наркотик, там, постоянно закидывали, чебарок. Я этим не там занимался. Потом через близких, это... А они не продавали? Не, нянечки не продавали? Что продавали? Нянечки не продавали наркотик? Это что, нянечки? Не, не, такого не было, там, в этом было, не было, такого не было. Просто знакомые привозили, подохнули, подвозили, да, и все, понимаете. Что мне тут... В Украине рассказывали, не буду говорить, как в городе, как бы, я не проверил сам, но... Что просто нянечки продавали? Не, ну, у нас такого нет, я не знаю, но... Медсёстры продавали, меняли там на варенье, меняли на... Они могут зайти, ну, там, где... Они могут занести, ну, там дать, они могут занести, ну, там, дать, они могут занести, ну, в принципе, так. Ну, в Украине, на Майндане за 100 рублей страна продается, и все стоят. А вы говорите про нянечек с наркотиками и варенья. Ну, если бы, например, это был Мартин вот этот, который здесь... Это разве это хорошо, что идёшь, по-моему, платишь в больнице, Майндан идёт на 100 рублей, 150, сколько там, я не знаю, вот это точно всё, что там они... Идёт, покупает, и дают... Нет, ну, эти кусочки, я... Какой-то синтетический Мартин, дают его в аптеке, в больнице его колен, Медсестра или Медсестра его колен, дают ему справку, и он может спокойно идти двигаться. Нет, надо его... И идти спокойно ходить, он начинает. Что в случае чего, если остановить его в милиции, что у него вот справка, что он это законно употребил наркотик. Нина, вы куда? Заню школу и навазил. А, вы вернётесь, да, сейчас? Я же хочу закончить. Всё, я понял. Наверное. Ваши отношения к метадону, все слышали, наверное, что это? Категорически против. Категорически? Категорически против, они в итоге опять почему-то вернулись ко мне эти все, и афетамины. Значит, в этот момент у него не учредился, просто. То есть, где-то элементарно. Каша есть, да. Я же почему-то, когда он учил, мне вот в голову ничего не лезло, что это каша. Так-то, конечно, против всех этих наркотиков сейчас. Ну да. Люди людей убивают, ё-моё. Ну, представь, ты вырос, где я, ну, с людьми, с теми, там, окружение твое, там, круг общения, этот круг, с которым ты вырос с ними со школы. Эти все люди попрошлись в какое-то время, кто начал траву курить. Кто-то там раз уже уколоться, попробовал. Кто-то там, ну, какой-то вид наркотик. И ты просто, они тебя туда затягиваются, с вами. Да, молодой в себя в наркотиках покупают. Наркотики же много вообще. Очень много. Амфетамины не дырят. Все время я как-то приехал в Переображение, ходил, что было, я съедил, я как-то были, ходили, искали наркотик. Ну, не было порошка, все, пошли, нашли, наткнулись на 15-летнего пацана. Ну да. Который... Могу предложить, да, могу предложить только амфетамины. Блин, ну, фиг. А знаешь, почему 15-летний? А знаешь, почему 16-летний? Желтый еще, пацан, зеленый. А знаешь, почему? Блин, пакет такой. А знаешь, почему? Покупайте все, потому что я разделить не буду. Берите партию. Морак, знаешь, почему, Морак? Знаешь, почему торгуют сейчас малолетки? У нас тоже такая жития не вошла. Я знаю. Не закрывают то, что ли? Их не закрывают, да. Да, ну, давно в России уже закрыли. Нет, сейчас, понимаете, вот цыгане, нормальные человеки, цыганочки. То есть цыганы, может, что у нас в основном цыгане, у нас здесь цыганский район называется, район двухтоцелетский, там один цыганик. И у них вот семья, у них цыганик, у них только большие семьи. Торгуют только дети, да. Да, и у них большие семьи. Там человек, цыган, как правило, там семья же большая, да. Вот они живут там, снимут там в коттедже, снимают себе. И вот эти коттеджи там торжуют там. Там у него лет восемь, он выносит тебе там чеку, да, и тебе это чеку. А здесь с этим кто-то знакомится. А в России это уже все, уже закончилось. А какой процент у вас тут, ну, скажем, ты с Сорска, да? Да, да. Ты с Сорска, ты с Екатеринбургом. Чего-чего-чего? Вот это. Ты от куда? Я еще одно си. Это, в последних пять лет жил птицей. Ну, расскажешь пару слов о себе. О себе? Да. Я в очень далеком прошлом. Продовывал тоже все на свете. Ну, и в этом же далеком прошлом, сам помыл, что оно не нужно. И без всяких наркологичек. Просто его бросил в сторону. Сам. Просто сам, без всяких центров, без всяких... Да. Ну, я такие случаи тоже встречал, да. Это не ну, это. Это не синий в жизни. Это чеку. Вернее, выбор, не цель, а выбор жизни. Ребята, фильм нас называет «Что делать?». Что делать? Как остановить этот наркотеррор против наших двух стран, против славян? Как бы давайте вот по очереди. Если кто уже готов ответить, то я... Это же террор, не как... А вот болезнь общества, наверное. Как-то надо уровень жизни поднимать. Молодежи занятся, наверное. Либо надо заниматься, если обеспеченная семья, ну, компьютерами, там, гаджетами всякими. Либо, если нет денег, то они на спортплощадках сидят, курят. Вот и все. Ну... Это уровень жизни просто. Голос Крэй, будьте добры, попазднуй. Я из пожарки. Юрий, Юрий, я не знаю, это у меня. Здравствуйте. Я же простой. Все равно, что. Вернее, что принесли, значит, не купили вечером. Нет, пока загонялись туда-сюда. Значит, там просто есть на... В принципе, реально это остановить этот террор или нет? Или уже хана нам всем? Ну, нам, имеется в виду и Россия, и Украина. Я уверен, что да, что реально. Да, нет. Чего, не на границу встать с автоматом. Не, подойдите. Ну, я сейчас скажу свой ответ. Я скажу свой ответ. Я скажу, кто будут... Кто в моем понимании главные будут здесь люди, которые остановят этот террор. Террор идет, натуральный идет террор. На уничтожение. На уничтожение. Прошу прощения, что перебиваю. Нет, нет, давай, давай. Есть изменения, все изменения самого человека находятся. Если изменишься сам, и поможешь ближнему измениться, то просто представляю, да, Юрий, сколько можно людей-то... Я изменился, твоих четырех, да, он изменился, еще троих-четырех. Так это прикинь, все масштабнее, если просто сделать, и можно просто это, как бы, активнее действовать, и много людей больше поменяется. Вот, все. А что, конечно, ему безразлично, кому безразлично, третьему безразлично. Зачем он? Пошка. Почему он просто на эту комнату? Сестры, режьте просто нарезку тогда, потому что долго жарить, видимо, да, во сколько нам надо-то? А во сколько ехать тут? Я что-то не могу... Тут, наверное, минут 20 ехать, не больше, полчаса. Не вы кричать, это же. Центр города. Женщик, пожалуйста. Центр города вообще, натуральный. Центр города. Такая деревня в центре города. Пробочка есть. А, пробки у вас, да. Молит, немножко, спасибо. Часка моя. Ну, все. rem 내일. Прарищи. Продолжение следует. Продолжение следует...